Здравствуйте, дорогие друзья! В средние века люди верили в Бога. Не было атеистов. Но жизнь была не очень. Почему? Потому что люди не совершенствовались сами. Есть два рычага. Первое – это вера и понимание того, что на небе есть хозяин. Второе – это создание собственного сосуда. Потому что просто верить – это бесполезно. Если некуда впихнуть эту веру в тебя, если ты заполнен собой или какими-то бреднями, то никакая вера в тебя не войдет. Поэтому современный человек начал отрицать веру, началась светская жизнь. Разные системы объявляли себя панацеей. Изм один, изм другой. Что только они придумывали. Ничего не сработало. А что произошло? Светский образ жизни увеличил пропасть между творением и творцом. И вот в этой пропасти выросли разные ядовитые грибы, разрушающие мир. И наша задача сегодня – попытаться все это сблизить. Каждый урок, каждое слово, которое ты изучаешь, вот эту разницу, вот эту пропасть между творцом и творением как-то потихонечку сближает и сближает. Вот это и есть наша работа в мире. Потому что на самом деле творец дает человеку все, что действительно необходимо для существования и для духовного совершенствования. То, что он считает правда нужным, а не мы. Но это его мир, и мы должны понимать. Человек должен научиться радоваться тому, что у него есть, и тому, что ему дает сверху. Вообще, Луцатов в свое время написал, что если бы люди знали и поняли, что человек не заступает даже на толщину волоска в пределы, уготованные другому, ибо все, что получает каждый от Всевышнего, согласно его замыслу, то не было бы ни у кого причины переживать из-за успеха другого или из-за какого-то там недостатка. Мы перед Шаббатом. Давайте лучше к Шаббату вернемся. Написано, Шаббат – это ключ Гады Дену, к Раю. И благословил Бог день седьмой и освятил его. Написано, что ты освятил седьмой день ради имени своего. Это в этом цель создания неба и земли. Но действительно ли создание неба и земли только ради субботнего дня? Давайте разберем пример, с чем это похоже. Вот, например, богатый человек имеет сейф в сейфе все богатства. Вот он ключ от сейфа отдал своей жене. Сам этот ключ, если он даже золотой, стоит там 100 долларов. Если он посыпан бриллиантами, там, тысячу. Но на самом деле стоимость его много миллионов, потому что он открывает сейф, в котором находятся все огромные сокровища. Так и суббота. Она подобие будущего мира. Она ключ к раю. Рай – это, конечно же, цель состворения неба и земли. Потому что бог создал мир для того, чтобы человек жил вот в этом вот раю. Человек себя убирал с него. В книге «Заар» написано, что мудрецов называют именем суббота. И глубокая идея заключена в следующем. Как в субботу отдыхают от работы и не зарабатывают, но все будничные дни благословляются от нее, так говорит книга «Заарда». Так и в случае, когда человек посвящает все время изучению Тора, он не зарабатывает в это время. Однако весь его заработок благословляется от этой вот учебы. Есть рассказ на эту тему. Я им когда-то рассказывал. Раби Адас. Он рассказывал, что в одном городе один жестянщик посещал постоянно уроки. И был очень талантливый человек. У него было обычно меньше заниматься работой, больше сидеть в Ешиве, умножая мудрость, знания. Было у него много детей, он хорошо зарабатывал. Однажды родились у него еще близнецы, и он перестал ходить на уроки. Решил посвятить больше времени работе, так как умножились нужды семьи и так далее. Послал к нему Рав дочь с большим субботним самоваром. Он посмотрел, он говорит, а где течи? Он говорит, течи нет, сказала дочка. Но у нас дома много гостей, и нет, достаточно горячей воды не хватает. И послал меня папа, попросить, чтобы ты сделал в самоваре еще один кран, чтобы можно было наполнить больше стаканов. Жевчантик говорит, да если воды недостаточно, надо купить больший самовар, или еще один самовар, но что пользу еще от одного крана, разве количество воды увеличится? Не знаю, говорит дочь Рава, я передаю тебе просьбу отца. Жевчантик понял, что тут что-то не так. Пошел к Раву, объяснил, что добавочный кран не решит проблему, нужно увеличить объем. Я так же полагал, сказал Рав, но добавочный кран я решил заказать в соответствии с твоим методом. То есть удивился Жевчантик. Разве ты не понимаешь, что заработок отмеряется в Рошашина? Но на нас возложена обязанность прикладывать старания, чтобы, так сказать, притянуть этот заработок. На что это похоже? На самовар, наполненный водой, надо только открыть кран. А ты полагаешь, что ты должен больше зарабатывать. Ладно. Но что ты должен сделать? Увеличить объем, чтобы стало больше воды? Каким образом? Добавляя заслуги, увеличивая изучение торы. А ты собираешься для себя больше заработок сделать, уменьшив тору и открыв добавочный кран в виде дополнительных часов работы. Сказал Рав, теперь ты видишь явно, что это дело, дело чего? Написано Сатана. Сатан думает так. Обеспечение человека отмерено ему в Рошашана и Дорошашана. Сатан хочет сбить нас. И то, что отмерено, человек написано получает. Но Сатан хочет, чтобы человек уменьшил учебу, умножил занятия какой-то работой. Однако обман написано, написали мудрецы, обман зрения полагать, что из-за учебы, торы или соблюдения шаббата появится недостаток. И поскольку ты устоишь в таком испытании, написано, что обязательно тебе выделят еще больше. Написал Любавич Скиреба. Жизнь это игра в прятки. Бог прячется, а мы ищем. Давайте найдем его в этот шаббат.